спонсор выпуска лайки шоу хочешь узнать как сделать колу твикс фанту или же ты хочешь поугарать как этот человек не самые жесткие продукты а может ты просто хочешь посмеяться ссылка в описании ребята всем привет сегодня у нас две посылки с китая одна большая прям я вам скажу такая тяжеленькая предполагаю что здесь пробил по номеру и здесь находится насос для автомобиля вот я его получается получил бесплатно сейчас расскажу историю и вторая посылка это у нас от пугу отпугивать или от насекомых какая-то хрень короче китайская за три с половиной доллара здесь должно быть двое штук давайте с нее начнем и сейчас все вам расскажу доехала она где-то дней 25 простым письмом я так предполагаю что это не да они здесь находятся две штуки вот так вот так они выглядят короче штука которая оставляется в розетку и как бы отпугивает всякую гадость в моем случае она должна отпугивать мышей круто да прикольно мне тоже нравится что сломана вот так вот вилка как можно было просто положить вот такие вот штуки просто в пакет я вот не понимаю и конечно за это я открою диспот чтобы продавец больше не отправлял вот такие вот такой вот упаковки это все конечно выгинается будет ли она работать или нет в дальнейшем нужно будет проверить сейчас это проверять не буду но вилка была выгнута как вы видите просто контакт отойдет потом нужно будет разбирать это все перепаивать собственно штука стоит три с половиной доллара еще с ней нужно будет заморачиваться поэтому вот сразу минус вам но она собственно по кругу вот уже пошла то есть через камеру не видно вот пошла как выгнулась короче эта штука вставляется в розетку и должна разгонять мышей крыс комаров всяких мух и так далее а все короче сломалась почти сломалась одна штука вот так вот китайцы отправляет блин а эта штука нужна очень потому что я не просто ее заказал чтобы вам показать она едет на тестирование то есть она будет тестироваться в жестких условиях это будет склад какой-то там где будет использоваться вот эта штука вот и собственно посмотрим как она в работе я потом вам расскажу где-нибудь в отдельном видео или в ролике в какой-то распаковке обратно то на приезжать не будет но отзывы получу работает это или нет сейчас бы я хотел конечно ее разломать на пополам и посмотреть что там но я думаю что я совсем не удивлюсь там кроме микросхемы и еще чинить ничего не будет поэтому дабы это все не разламывать лучше я отправлю вот одна и вторая тоже также сломана класса все просто класс так 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 свет наш настраиваем тоже сломана вот так вот отправляют посылки если кто не видел первый случай вот второй случай просто ее ударили и все и это все развалилась я конечно выгну это все но я сделаю скриншоты с видео как она выглядела да я просто покажу продавцу но это нельзя отправлять как можно отправлять такую вилку просто в пакете вот пакет больше ничего нет пакет и вот упаковка здесь не мякушки ничего нет сложно так замол я не знаю замотать какой-то кусок положить сверху снизу вот так вот положить и уже как бы перестраховать или сложить как-то их правильно я не знаю состыковать ну я не знаю что то можно же придумать но так нельзя отправлять они просто разламываются вилки и все ну чё это такое все торчит по сторонам короче вот такая штука три с половиной доллара есть они разные то есть и по 10 долларов магазинах у нас вообще продают за сумасшедшие деньги но как я смотрел несколько обзоров когда эту штуку заказывал я понял что определиться какая работает какая нет только можно если взять 10 штуки по очереди их тестировать кто-то пишет кто что помогает кто-то пишет что бестолковая вещь вот эти две штуки если они будут работать я надеюсь на это это выгнул нужно будет купить скорее всего клей и просто по кругу еще зафиксировать вилку саму потому что но не очень я вам скажу это все во первых она кривая смотрите как выгнуто да то есть если она должна вот так стоять да вот палец ровно то видите да как выгнуто здесь вообще то есть ну как бы видите да все криво но куда это вообще свистит даже за три с половиной доллара китайцы нормально упаковывайте вот с этим все понятно поездка тест получу отзывы всем расскажу вторая посылка это автомобильный насос за сколько я его купил за сколько я его купил сейчас постараюсь быстренько найти потому что я на самом деле уже не помню хотя сейчас я посмотрю по диспутам потому что был открыт диспут этот насос потерялся на сортировочном центре вот он был куплен за 10.95 такой насос можно купить у нас в магазинах в принципе но искать где-то заморачиваться я решил заказать и посмотреть именно что-то китайское вот так выглядит коробка в убожественном состоянии но мне для себя не для продажи продавать такое конечно же очень страшно но посмотрите сами то есть как бы я думаю не очень еще и все телепается в середине вот посылка зависла шла она около 70 80 дней то есть потерялась на сортировочном центре время заказа заканчивалась я понял что я ее просто уже не получу здесь тоже все печально короче ну как видите тоже вот все просто развалилась вот все разваливается как тоже в такой упаковке можно отправить никакой ними кушке ничего собственно сошлись две посылки как раз которые по доставке как видите очень все печально вот он сам насос так что здесь телепается но здесь собственно и телепается уже всякие куски вот такие вот пластиковые которые развалились я надеюсь что он будет работать сейчас вам покажу сразу вот так вот разваливается всем так здесь здесь как это все это вытащить нужно это не а это у нас это даже у нас не снимается да вот так это все сейчас хочу посмотреть поэтому вот здесь все работает у нас нормально дальше у нас идет кабель кабель идет 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 не понял я чё-то я не понял прикола а куда он подсоединяется сектор приз а или засовывается здесь а вот так вот нифига себе спрятали так как я уже думал смотрю здесь заходит и здесь заходит думаю офигенно вообще китайцы придумали такое ощущение что нужно разрезать посередине покупать еще отдельно вилку и подсоединять но теперь из минусов как сразу видите доставка как видите доставка все это дело развалилась и теперь главный вопрос как это все будет показывать я честно сомневаюсь вот она просто играет все также криво как и с первой посылкой вот так вот если даже не знаю реально здесь нужно будет чуть подшаманить даже то что ее получил бесплатно как видите толку от этого нет хорошо что не заплатил денег так бы все равно пришлось бы открывать диспут доказывать продавцы бы писали извините мы не вы мы ни в чем не виноваты это все транспортная компания но так вроде ровно это все транспортная компания мы упаковали очень надежно потом как случилось собственно как разбилась как китайцы пишут что китайцы могут написать что это где-то распаковали что-то ударили что-то еще вот ну как это все но до 11 долларов человек заплатил да и он получает вот такой вот кусок сами понимаете чего вот вот это кольцо то есть его уже приклеивать сюда незачем нужно будет вот так все это делать ставить стекло и что нам поможет мистер скотч да вот так вот скотч еще разваливается скотч тоже китайский ну и как то вот так это все приклеить потому что назад она не сядет клей у меня под рукой нет поэтому пока вот так вот мы это делаем хотите вы так делать или нет решайте сами то есть я конечно же надеюсь что увидят продавцы канал большой я думаю китайцы уже присматриваются по отзывам вот но вот так вот как то но ребят но вы покупаете новую вещь и вам нужно сразу с таким вот встречаться конечно же проще пойти в магазин и купить вот но не знаю я решил заказать так проверю надеюсь эта штука будет работать и все с ней будет хорошо в принципе это мелочь опять же это мелочь да но из таких мелочей собственно и ну и как и вот эта мелочь но это конечно же я вам скажу не мелочь потому что это вот так вот шатается теперь все здесь нормально здесь все ходит знали вот такая фигня сегодня вот такие вот посылки поэтому ребят прежде чем заказывать в китае или когда вы уже делаете заказ напишите продавцу простое слово упакуйте пожалуйста хорошо товар хрупкий вот такого плана чтобы когда если товаром приедет разбитый или еще что-нибудь или вот например там погнулась до что там не вы напишите потом продавцу откройте диспут попросите там какой-то возврат вот в данном случае я не знаю я могу попросить и полностью и написать что как бы не работает что вполне возможно сейчас ставлю в розетку но не будет работать вот но не в этом дело я покупал эту вещь и мне на нужна и не покупал чтобы открыть диспут вот потом когда вы будете открывать диспут продавец напишет да чё там подогнул все нормально доехала нормально и вы в диспуте указываете то что вы писали продавцу упакуй пожалуйста хорошо то есть чем больше вы напишите до заказа тем больше вас будет доказательств когда вы получили посылку когда алиэкспресс будет рассматривать ваш спор он увидит что вы просили продавца значит как бы вы в курсе да что вещь хрупкая и может уже заказывали такую вещь поэтому у вас такая просьба продавец не трея не отреагировал отправил как всегда вот так вот как она доехала и доехала ну и собственно и получили так что можно получить и цель и как бы их то можно отремонтировать да и вернуть за них деньги вот так вот ну то есть это уже на вашей совести как хотите так и делайте когда мне китайцы вот такой вот присылают мне хочется за все вернуть деньги написать плохой отзыв и проучить продавца что на самом деле в последнее время не делаю потому что когда вам человек возвращает полностью деньги потом пишет оставь мне пять звезд и я крутой продавец и следующий раз делайте скидку мне не хочется никаких скидок ничего я хочу написать отзывы поставить оценку чтобы следующий покупатель который заказывал уже видел что есть процент того что товар плохой или товар плохо упаковывать или что еще что то чтобы китайцы шевелились ребят делайте также оставляйте отзывы правдивые не нужно оставлять если вам вернули все деньги и не нужно оставлять 5 звезд и писать что все круто и так далее мы если прям там какая-то мелочь у вас была в диспуте можете написать там оставить нормальный отзыв например четыре звезды считается вполне достаточно отзывы но напишите словами что так и так так и так товар приехал в таком-то состоянии липлы был плохо упакован и так далее потому что как я когда я читаю например я раньше писала все окей все окей я и сейчас пишу это когда все идеально но когда извините вот такая вот фигня ну реально напрягает напрягает поэтому все ребят подписывайтесь на канал ставьте лайки будьте внимательнее пишите продавцам за хорошую упаковку до скорой встречи пока пока телефон кредитка господи что следующее будет планшет кредитка о да конечно оригинально все круто теперь я понимаю почему почему приехала вот такого конверте вот так это все выглядит на самом деле характеристики впечатляющие здесь у нас ребятки сейчас я посмотрю